Это страна Вихляндия. Параллельные миры. Алло! Алло! Давай! На этот объект разрешили посадку сказочной мастерской Колесников с инопланетянами, которые владеют мастерской работой с орбитоном. И вот смотрите, что они будут строить на этом объекте. Салам алейкум! То есть, здравствуйте! И вы увидите чудо, которое создает эта бригада. Сказочная мастерская Колесникова решила вам показать фильм про бордюры. Вот посмотрите, это страна Вихляндия, дом музея арт-бетона, где можно делать все, что захочешь. Вот это такой параллельный мир. И смотрите, что мы делаем. Мы делаем вот такие бордюры, цветочки. Фильм будет про бордюры. Это такое начало вступления. А чуть позже будет мастер-класс, как сделать бордюры. А бордюры, вот видите, здесь и дерево, и ковка. А фильм будет о секретных технологиях. Вы видели, в мастерскую прилетели инопланетяне и показали фильм, как сделать простые секретные технологии. Раскрыли простые бордюры без навыков штукатуры, без мозгов и без инструментов. Я боюсь, что этот фильм запретят для показа, потому что такие технологии просто нельзя показать, потому что у всех будут такие бордюры. Вы сейчас глянете и сразу поймете, о чем речь. Вот смотрите, это сложнейшие бордюры, и камни, и дерево, и ковки, и заклепки, и чего только нет. А сейчас у нас будет вообще заоблачные бордюры, которые мы делаем в аэропорту летающих тарелок. Ну, это еще остатки былой роскоши. Это вот такой техногараж, и здесь находится именно эльфийское государство. А это вот уже параллельный мир, где прилетают летающие тарелки. Вот смотрите, вон блогер варит на коленях бордюры. И все просто, надо взять арматуру, там забить в землю, фундамента не надо, и надо обязательно взять с лангкрузера диски. Вот видите, какие диски. Ну, этот мастер-класс будет только фрагмент. Потом дальше будет продолжаться, потому что, ну, основной мы вам покажем. Вот тоже какой-то вот этот туалет, скалы там, гроты делается, все под космос. Они здесь прилетают на такой сложнейшей технике, вот, летающая мышь. И это только начало. Ну, это начало вот этого строительства за космического аэропорта или аэродрома. А сейчас вы уже увидите, что стало там, ну, спустя, давайте, 10 дней. Ну, так вот, я думаю, может, 15 дней. Вот я обвариваю форму, простейшая форма, там 4 арматуринки. И вот, ну, как бы сложность, конечно, надо взять диски с лангкрузера, понимаете? Потому что без этого там не получится. Ну, основная работа недорогая и простая. И вот, видите, уже прошло определенное время. Здесь видно такие холмы, скалы, а это вот идет уже работа ту, что я хочу вам показать. Видите, диски те же самые и уже сетка помазанная и вылеплены такие, ну, похожие на камни, ну, фрагменты вот этого бордюра. И вот посмотрите, а это специально показывает, как бордюр закидывается. Это вот Толик, который тоже прилетел на этой летающей тарелке. И вот он кидает бордюр. Смотрите, руками ничего не надо тратиться на мастерки, на ковши, ничего. Просто берешь руками тяп-ляп и готово. Смотрите, оп, раз-раз он, смотрите, выкинул и показал. Вот такой накидка, там сетка есть. Это у меня целлофановый пакет с камеры полетел. Ну, летит и пускай летит. А это он берет мастерочек и, смотрите, вот приглаживает. Видите, такой маленький надо мастерок. И он делает что-то похожее на камень. Ну, любой формы. Так как это все космос, здесь, ну, как получится, так и получится. Это не надо там пытаться сделать его натуральным или еще что-то. Потому что все равно в конце ничего не будет видно. Потому что, ну, в этом процессе будут, как бы, высокие температуры участвовать. И все поплавится и будет, как на космическом, там, ну, на Луне, давайте назовем. Или не знаю, откуда они пролетели, с Марса, где там температуры большие. Или с Плутона, там, или с какой-то с Альфа-Центавра. То есть, вот, видите, вот так вот выглаживается. Вот, посмотрите, два камня. Ну, там было ведро раствора. И Толик специально для меня показал, как вот вылепились эти камни. Ну, и, то есть, постоянно невозможно снимать. Хозяин не любит, когда мы это все народу показали. Ну, мы не могли удержаться. И вот эти секретные технологии решили показать на обозрение зрителей. Ну, вот, смотрите, что здесь получается. Уже здесь сделаны вот такие вот, смотрите, и цветы. Ну, ладно, не буду отвлекать о цветах. Смотрите на главное. Вот уже здесь причалы сделаны. Вот летающая там мыша. А теперь, вот, смотрите, Толик готовит сам раствор. Он просто взял раствор обыкновенный. Сделан один к двум. Ведро цемента и два песка. И просто берет жидкое. Смотрите, у него вот такой прибор есть. Рука называется. Он ее болтает, потому что, ну, лень брать там перфоратор, да и он будет грязный. Да и зачем, если руки есть, зачем такие сложности? Вот рука есть. Эта рука как перфоратор. Он вымахал. Только надо по локте, чтобы не испачкался. А я как блогер хочу, как у Петрушки, уже такую рубашку с длинными рукавами. У меня привилегии есть. Я же кино снимаю. Мне можно и чистеньким ходить. Вот, смотрите, он сделал жидкий раствор. Обыкновенный камень сделан. И смотрите, что будет дальше. Вот он сейчас сделает то, что надо. Водички ему не хватило. И он вымешивает, смотрите, очень тщательно вымешивает раствор. Ну, вот видите, аж забрызгался, смотрите. Или это потекет его. Ну, наверное, все-таки брызгнет. Вот. И вот это то, что происходит. Самое главное, или самое сложное, или самое простое. Он делает чудеса. Вот он гадит на эти камни. И, смотрите, вот вылеплет, выливает, подкидывает, подбрызгивает. То есть, смотрите, получается чудо. Как будто этот камень попал под миллион градусов и расплавился. Или взрыв какой-то был. Катастрофа. И вот, смотрите, вот именно идет, ну, формируется форма этого камня. То есть, ничего не надо. Ни штампов, ни валиков, ни там супер-пупер каких-то присадок. И вот этот, чем сильнее нагадишь, тем красивший камень будет. Ну, это такой у нас инопланетный пейзаж. Смотрите, а рядом какой столбик красивый стоит. А на нем еще цепи будут. Но я потом в конце покажу, что произошло. А сейчас я не удержался, пока нас не запретили этот фильм. Я вам показываю. А теперь, видите, он руки берет и грязь смахивает именно с рук. Чтобы руки были чистые. И чем смешнее замахаешь, тем красивший камень получится. Все, пацаны. И за этот камень можно брать любые деньги. Потому что это с Марса или там откуда пришли такие технологии. И вот заказчик увидел и сразу стал плакать. Так ему стало хорошо. Понимаете, вот видите. И все, камень готовый. Посмотрите, он на сколько времени ушло. Ну, ушло там 3 минуты. И вот он закидал, загадил этот камень. Ну, теперь с этой стороны. Кидает, но это уже не видно. Ну, вот факт такой. А эти камни еще ждут себя. Вот видите, просто так они выглядят. Это показываю вокруг. И получается обыкновенные камни, которые при большом взрыве поплавились. И вот получился такой инопланетный камень. А здесь вот уже идет дальше продолжается какой-то токсикон. Видите, хвост, там все. А это вот всевозможные там и насосы с ракетных частей. Но самое интересное, что они на самом деле с ракетной части на свалке выкинутые были. Но мы нашли их и припаяли. А он цветок, смотрите, марсианский. А это уже пришел другой марсианин. И они теперь в две руки побыстричку загадят. Вот это все. И смотрите, какая красота получается. И он это просто кидает. Вот такие брызги. И они получаются типа вот такие как бы поплавленные, как на Луне, кратеры. Вот такой космический камень. Он имеет право на жизнь. Или это у меня. И его заказывают, не знаю, как у вас. Ну вот мы смело применяем его. И смотрите, вот все. Он кинул оттуда, оттуда. А это с рук он бросает такие, получается, взрывы эти небольшие. И как капельки. И как капелька упадет, так она и будет. И повторить ее невозможно. Потому что один раз, как бы два раза не кинешь. И теперь представляете, потом покраска. А покраска будет вообще смешная. Разные там и красные, и желтые, и фиолетовые. Ну, короче, какие краски есть. Не знаю, каких мы будем красить. То ли кидать, или брызгать, или пистолетом. Ну, дойдет до этого дела. Нам, наверное, инопланетяне расскажут, как же нам покрасить такой интересный забор. Вот смотрите, какое чудо. Ну, не знаю, камера выгребает или нет. Ну, на мелком я ничего не вижу. Ну, может у кого большой экран, они увидят, какое чудо получилось. И главное, просто ничего не надо. Вот смотрите, какие колоссальные объемы можно делать по этой технологии. Самое интересное, по такой технологии можно делать заборы, можно делать дорожки, можно делать дома, цоколя и фасады. Я где-нибудь сейчас придумаю, сделаю такой фасад и покажу, что это имеет право на жизнь. И вот вопрос вашей смелости применять такие инопланетные технологии. Вот видите, смотрите, с руки чики-чики, типа сбрызнул ее. Ну, и вот капельки такие получаются. То есть, руки чистые, смотрите, даже кисточки не берут. Ну, вот такой фильм «Бордюры». Ну, а бордюры, как бы у каждого есть на даче дорожки. Ну, опять, некоторые живут на даче даже без дорожек. Зачем им бордюры, если нету дорожек? Начаешь делать бордюры, надо делать дорожки. Ну, так у нас идет продолжение. Скоро мы закончим вот этот вот аэропорт. И у нас уже ждет Кощей Бессмертный. Мы будем делать ему бордюры. Кощей Бессмертный. Просто не соброшу, какие должны быть у Кощеева Бессмертного заборы. С костей, с черепов. Ну, думаю, может какой-то поскоробнее, какие-то скалы будут. Ну, уже выварил каркасы, забор будет Кощея Бессмертного. Так что скоро буду показывать продолжение сериала «Страна Вихляндия».